Медиагруппа «Авангард» представляет По моим ощущениям, сегодня столкнулось с таких две волны сильных мнения людей, которые обязаны исполнять законодательство и которые рассказывают, а мы не можем, у нас проблемы. Денег нет, кадров нет, помощи нет, полномочий нет. И с другой стороны волна со стороны регуляторов, которые говорят, что Родина в опасности, надо быть законопослушным, все исполнять. И они правы. Задача важная, закон нужный, необходимый, на мой взгляд, даже несколько запоздавший. Но мы имеем, что ВСТЭК сейчас докладывался за прошедший год, с прошлого СОК-форума, в разы выросло количество субъектов и количество объектов. В соответствии с законодательством, по инцидентам на этих объектах, все субъекты, вне зависимости, провели они категорирование или не провели, обязаны информировать НКЦКИ. Все документы выпущены, законодательством все обеспечено. У меня вопрос к Сергею. А вы заметили в разы количество увеличения информирования об инцидентах? В десятке нет, но увеличение идет в разы есть. Это говорит, во-первых, о том, что все-таки позывы регуляторов пользуются положительным откликом, мы реагируем. И мой доклад, по большому счету, направлен на те организации, тех специалистов, которые по результатам данного сок-форума будут замотивированы и решат, несмотря на все трудности, реализовать требования законных актов. Теоретически, процесс информирования выглядит очень просто. Обнаружили инцидент, предупредили службы реагирования, которые у нас есть, для ликвидации и устранения последствий, среагировали, оповестили свое руководство, отправили в НКЦ КАИ установленные сроки. Сейчас рассматриваем ситуацию, что еще категорирование не проведено, то есть 24 часа есть у организации на то, чтобы направить. После этого регистрируем в отчетных документах, и как бы наша задача выполнена. На мой взгляд, реагировать и ликвидировать последствия будут все субъекты КАИ, вне зависимости, значимый объект, он потом незначимый, просто по той причине, что инцидент — это нарушение функционирования или неисправности информационной системы. То есть любая организация будет ремонтировать, чинить, восстанавливать. Ну, либо спишет, если уж совсем не получилось. То есть меры реагирования будут приниматься в любом случае. И сталкиваемся с какой проблемой? Вот у нас звучало сейчас. Низкая квалификация кадров, никто не идет на зарплату. А давайте рассмотрим ситуацию, когда кадров ИБ вообще нет. У нас сейчас будет множество субъектов КИИ, где специалистов, имеющих хоть какое-то понимание об ИТ и ИБ, вообще нет. Но у них появились объекты КИИ, они подали о них перечню. Что их спасет, такие организации? А спасет их инструкция. Я скажу с большой буквы инструкция. В связи с тем, что нет денег на инфраструктуру техническую, на обучение, на привлечение аутсорфинговых каких-то центров, никто ничего не даст до присвоения категории, нет оснований. То необходимо разработать документ, который реально опишет, что можно сделать, как это можно сделать и как это будет правильно сделано для того, чтобы обеспечить безопасность КИИ страны. Когда начинается процесс реализации подобных инструкций, то поступают обычно по-простому. Так, у нас есть техник Иванов, он вроде что-то там в компьютерах соображает, назначим его, телефоны указаны, сайт указан, вот он будет информировать. Как только начинаешь это привязывать к практике и как же он это сделает, основная проблема возникает. А как он узнает о том, что инцидент случился? То есть необходимо в первую очередь организовать процессы по выявлению инцидентов КИИ на объектах КИИ, потому что не выявив, сообщать будет нечего. И не всегда этот специалист работает на том объекте КИИ, который внесен в перечень. Он может находиться вообще в другом городе, он может привлекаться по договору гражданско-правовому. Соответственно, в первую очередь выстраиваются процессы по конкретной организации, кто может сообщить данному специалисту, назначенному за взаимодействие с НКЦКИ, о том, что случился инцидент. И на слайде приведены примеры, кто может сообщать. Достаточно исправненная ситуация, когда, например, в организации узнают о том, что у них инцидент и средства массовой информации. Такое тоже случается. На это тоже надо реагировать и такие пути информирования также закладывать в инструкцию и в документы. Может это быть от регуляторов поступать. Они достаточно, как я озвучил в своих докладах, активно мониторят угрозы, уязвимости, сообщают об этом организации. Я, например, своей работой с таким сталкивался, подтверждаю. То есть такие тоже надо возможности закладывать. Что же делать после того, как обнаружили, все, получил человек сообщение? А надо еще назначить человека, кто будет его контролировать. У нас получается, как в анекдоте про лампочку. Один крутит, другие контролируют, кто-то его спасает после этого. Но если человек не замотивирован на выполнение этих действий, а он не замотивирован, вы ему не повышаете зарплату, вы просто наложили на него дополнительные обязанности, то спасет только контроль за тем, как он это исполняет. О чем он должен информировать руководство? Не только о самом факте инцидента. Здесь надо помнить о том документе, как постановление правительства номер 127, в котором указано, что комиссия по категорированию в процессе определения категории значимости рассматривает компьютерные инциденты, произошедшие на объекте в ретроспективе. Поэтому информация обо всех инцидентах, по всем объектам, должна на комиссии рассматриваться и, соответственно, доноситься. Эти пути должны быть прописаны в документах. Человек должен понимать, с кем он связывается для реагирования на компьютерные инциденты. Сам он это делает, какие-то другие люди привлекаются, кому он должен позвонить, в какие сроки, как он должен убедиться в том, что информация поступила. Он должен зарегистрировать этот инцидент, потому что ему предстоит общаться с НКЦКИ, неважно, по телефону или по электронной почте. Для того, чтобы общение было конструктивным, он должен, на мой взгляд, пользоваться типовыми формами, которые облегчают работу и, самое главное, обеспечивают взаимопонимание. НКЦКИ и неквалифицированный специалист в субъекте КИ разговаривают на одном языке. Причем специалист по КИ может его даже не понимать. Он просто понимает, что в таких-то графах такой-то таблицы он должен проставить то-то, то-то. И, по большому счету, он дальше является точкой входа для НКЦКИ, если у них возникают дополнительные вопросы. Он знает, с кем связать их, кому задать вопросы. После того, как он заполнил карточку инцидента, он направляет ее в НКЦКИ. В приказах соответствующих ФСБ все каналы прописаны. Это почта, телефон. Отмечу, что на СЕРТГОФРУ есть еще форма о информировании о компьютерном инциденте. Единственное, не указано, что она для субъектов КИ, поэтому у меня вопрос к Сергею. Может ли субъект КИ через эту форму или обязательно через почту и телефон? Мы принимаем сообщения о компьютерном инциденте с этой формы. Просто сайт, который вы скриншот представили, он изначально создавался как раз для того самого национального ЦРТ, о котором я в своем выступлении говорил. Поэтому на текущий момент мы принимаем, но анонсируя немножко вперед, мы сейчас проводим модернизацию собственного сайта и делаем общий сайт, на котором будет размещаться все необходимые ресурсы, касаемо госсобки НКЦКИ, информирования, бюллетени и в том числе обратная связь такого рода. Мы видим, что у нас есть три канала – телефон, почта и веб-форма на сайте, по которой без использования любых технических средств любой неквалифицированный специалист может подать информацию к компьютерному инциденте. Нет никаких оснований не выполнять эти обязанности. Дальше идут варианты карточек, которые разработаны с учетом методических документов НКЦКИ, ФСБ, законов. Данная карточка – это, на мой взгляд, минимальный объем знаний, прописанных в законодательстве. То есть то, что субъект КИИ обязан сообщить в НКЦКИ. Он может это описать своими словами, да, это затруднит дальнейшую работу, но свою задачу субъект КИИ выполнит. Как бы назвали ее субъект с незрелой Б, то есть где информационной безопасности по факту либо нет, либо она формальная, человек 72 часа понимает только общие термины. И, для примера, карточка для субъекта КИИ, где и Б есть. Здесь уже заполняются большие объемы информации, которые будут полезны НКЦКИ при оценке компьютерного инцидента, при реагировании, при дальнейших действиях, установленных для них. Дальше можно это развивать. Все эти документы, они не требуют никаких от вас, по сути, трудозатрат вложений. То есть выпускаете приказ с назначением ответственных лиц за разные процессы, выстраиваете каналы информирования во все стороны контроля, устанавливаете формы карточек в приказе. У вас есть люди, у вас есть источники информации об инциденте, вы ведете регистрацию всей информации, у вас работник имеет возможность на своем реальном уровне компетенции эти карточки заполнить. Далее вы их направили в НКЦКИ, работаете либо по указаниям НКЦКИ, либо по внутренним процедурам, если нет необходимости НКЦКИ подключаться. Есть еще момент, это контроль и регистрация того, что было сделано. По факту этот документ необязательный, но я его рекомендую. Данный документ предназначен для того, чтобы в случае каких-либо проверок, расследований, проводимых компетентными органами, вы могли в первую очередь доказать, что вы законопослушная организация, вы выполняете требования закона, вы все сделали правильно. Это снимет многие вопросы, облегчит вам жизнь. Кроме этого, это позволит вам в рамках внутреннего контроля повысить безопасность своих систем и прочие блага бумажной безопасности получить, которые так многие в зале не любят.